Сегодня о чем поговорим? О завершении этого этапа, который прошел. Поговорим о переходе на эти личные кабинеты, с которыми сейчас некие сложности. Про техническую сторону проекта, что было сделано Дмитрием Александровичем и его командой, которая занимается именно продуктом. Ближайшие шаги, ближайшие планы на ближайшие два месяца, получается, на второй этап. Наши, соответственно, планы для того, чтобы обеспечить... Так, коллеги, первая, наверное, такая новость. Вы все, наверное, видели, что личные кабинеты не обновились. Значит, мы вынуждены измениться, и сейчас я вам объясню, что было, что произошло. Функционал был написан, были уже готовы практически заливать, его тестировали, но под конец тестов, под большими нагрузками. В общем, у нас сложность того, что расстрочки накладываются на большое количество связей. Получается, что при больших нагрузках он дальше мог дать сбой. А сейчас закладывается базовая архитектура. То есть это бы нам очень дорого стоило чуть позже. Да, вот Маклава пишется, Дмитрий Александрович, мы тоже сегодня это обсуждали, что лучше мы сейчас немного отсрочим вот этого кабинета. Это где-то на неделю это все займет, потому что пришлось базовые вещи переписывать. Чем дальше мы об этом очень серьезно спотыкнемся. Потому что, я вам приведу пример, в предыдущих проектах под конец этапа идет очень высокая нагрузка, очень, тысячи-тысячи транзакций, которые тянут с собой кучу различных операций. И в этот момент кабинеты падают. А падение кабинета в эти моменты стоит очень больших денег. То есть, грубо говоря, идет поток средств для финансирования проекта, идет самый его пик, и получается, что бах, и выключился инструмент. То есть волна схлынует, и это прям больших денег стоит. Поэтому, коллеги, так как мы с вами находимся на этапе предстарта, так как вы все те, по которому мы можем сделать хороший кабинет, качественный, то есть инструмент, который дальше будет работать как часы, переносится где-то на неделю. Но я точно не говорю, что на неделю, приблизительно мы как бы просто на неделю сдвигаем. Все, как я говорил, оформят свои пакеты, как и было запланировано. То есть мы не перейдем на второй этап, именно внутри кабинета, не будут сменены условия до тех пор, пока каждый из вас, у кого на балансе плюс, ну то есть у кого больше нуля, не оформит тот пакет, который хотел. Всем будет все начислено, всем, кто переводил деньги там сегодня, все, как вы видите, уже там зачисляется, уже все, работа через техподдержку, уже все меньше и меньше каких-то лайков и так далее. Ну, по сути, переносится, мы в какой-то степени откусываем время от второго этапа сейчас, Руслан. То есть получается, ну в любом случае, любой этап, это нами же просто, нами с вами и там вместе с нами поставлены эти планы, по которым мы идем. Значит, что я вам хочу рассказать, показать. Вот все вы помните про нашу общую цель, это 40 миллионов долларов в течение трех лет, необходимо привлечь для того, чтобы организовать серийный выпуск асинхронных мотор-колес, поставить одну линию, выйти на производство не менее 15 тысяч единиц по году, плюс создание предприятия, это инженеритговая компания, которая будет заниматься постановкой технологии производства электродвигателей. Вот для всего этого привлекаются инвестиции. Для всего этого мы с вами здесь и мы в этом, Дмитрий Александрович, помогаем. Если вы помните, мы вместе с вами ставили планы. Планы на первый месяц, планы на второй месяц, планы на третий месяц. Вот сейчас подошел этап и, соответственно, мы имеем некий результат. Этот результат на текущий момент составляет чуть более 40 миллионов рублей. Пока эта информация вся открыта, мы ее рассказываем, но за конкретным результатом, за полученным, так скажем, фактическим финансированием скрываются, ну, такие обычные какие-то рабочие моменты, рабочие действия. Я хотел бы вам показать то, к чему мы пришли за первый этап и рассказать немного то, что мы будем делать во втором этапе. Соответственно, Дмитрий Александрович расскажет про то, что было сделано за первые три месяца в рамках компании, какие там аппараты закуплены, ну, пози быстро, и что нас ждет, опять же, там, ближайшие, и ответит на вопросы. Коллеги, начну я тогда с метрики, с Яндекс.Метрики. Кто знаком с нашими сайты, ой, с, ну, вообще, с веб за всей историей, для того графика будет понятен. Что на нем? На нем график посещений уникальных посетителей нашего вот этого сайта, который еще практически, ну, без лица. Вот столько людей, если не ошибаюсь, график, сейчас, дайте, посмотрю по дням, я его включил, а лед по неделям. Да, это значит по неделям. В среднем где-то, если взять, ну, где-то по пять тысяч человек в неделю уникальных у нас находятся на сайте. Дальше. Эти люди переходят в регистрации. То есть после того, как человек попал на сайт, если он принял решение регистрировать, вот так вот выглядит наш график регистрации. Значит, в среднем в день регистрируется вот эта полоса. Где-то сто человек. Если вы помните нашу декомпозицию, я ее, кстати, сам не помню, на средний чек две тысячи долларов. По-моему, не помню. Ну, в общем, мы на плановое количество регистраций вышли в первый месяц запуска же кабинета. Вот там какой-то главный вывод. Это то, что мы видим, и сейчас мы это все можем показывать. А что касаемо количества зарегистрированных людей, я вот прямо буквально перед началом вебинара сделал скриншот. Такая цифра красивая получилась. 7707 человек. Это то количество людей, которые на сетекущий момент зарегистрировались в наших кабинетах. Не все они еще стали нашими инвесторами. Но, учитывая, так скажем, очень сильную... То есть вряд ли бы люди регистрировались там, где... Ну, как бы на сайте, на котором только про инвестиции сказано, то есть только про этот проект, грубо говоря, если вы зашли в магазин, в котором продаются узкоспециализированные там только техника, скорее всего, вы зашли за это техникой не случайно. Поэтому на текущий момент порядка полутора тысяч людей из этих семи тысяч уже с положительными балансами, то есть оформили инвестиции. Остальные, ну, я так понимаю, ждут следующего этапа. Либо вообще в целом пытаются вникнуть в проект, принять для себя решение. Кто-то ждет функционала. Абсолютно нормально, коллеги. Сейчас этап редстарта. Но, опять же, вот такие показатели, мы имеем. Ну и график авторизации я еще хотел показать, но это уже, наверное, не столь существенно. Просто это какое количество людей в день именно заходит и логинится, чтобы проверить, может быть. Вот видите, кстати, здесь пик за последние пару дней, потому что должна была быть залито обновление. Но, к сожалению, не успеваем, пока, говорю, будет сделано в следующий раз. Значит, впереди нас ждет второй этап. Второй этап, мы перейдем на него через неделю после того, как будут запущены кабинеты. Я уже говорил. Это теперь, если мы должны были перейти 10-го, значит, это примерно 17-го. Ну, 17-е, 20-е число. По факту, это второй этап. Второй этап, по нашему же опять плану, будет занимать где-то 2 месяца. Финансовый план на него мы чуть позже поставим. И как мы сделаем это, тоже расскажу. Вместе в партнерской группе там все обсудим, потому что после завтра я уже буду в Туле, и там уже можно будет работать, ну, полноценно. Так, на втором этапе мы запустим обучение, обучение для представителей, для региональных дилеров, для партнеров и так далее. Это будет самая основная. Ну, то есть, помимо того, что у нас кабинет будет полностью уже, ну, не полностью работать, базовый функционал работать, мы накладываем на этот инструмент теперь, так скажем, внимание, энергию, потоки вот именно действий. Об этом будет очень большое обучение, будет большой анонс. Всех приглашаю. По сути, вот, в рамках нашей системы будет просто поставлена финансовая цель, которая будет выражаться в конкретных действиях и так далее, и так далее. И к ними будем идти, ну, вместе, вместе определим и с Миндисомичем поговорим. Что сделано? Началась реализоваться программа «Минимум». Та программа, которую мы прописывали, она есть на сайте ВКонтакте, в группе ВКонтакте выложена, что на самом первом этапе формирования и развития проекта мы исходим из того, что все средства, которые поступают по максимуму, должны быть израсходованы на то, чтобы обеспечить стабильное развитие проекта, независимо от того, как будет развиваться привлечение финансирования. Максимум, программа «Максимум» это создание инженерированной компании. Программа «Минимум» это организация производства мотор-колес, которые уже разработаны, на которой есть техническая документация, проведены испытания, тестирования, созданы образцы транспортных средств, которые уже хорошо изучены. не только нами, но и потенциальными пользователями, специалистами, потенциальными потребителями, собраны отзывы, собрана статистика по эксплуатации, по характеристикам отстроенной контроллеры. И поэтому сейчас сделан предзаказ, запрошены коммерческие предложения на оборудование, комплектующие, на заключение договоров по изготовлению деталей по кооперации, услуг и так далее. Идет сумасшедшая работа. Вот благодаря тем средствам, которые привлечены, организованная работа и демонстрационного помещения, значит, сейчас его называют шоурум, ну, вынуждены так называть, но, так как это связано еще с арендой земли, с арендой здания, помещения, там есть ограничения по офисным площадям, сколько должен офис производиться, и так далее, зависит арендная плата земли. Поэтому нельзя наращивать более возможного общественной части, поэтому помещение будет называться не шоурум, а вывеска будет висеть, что лаборатория по изучению работы асинхронных асинхронных двигателей. Ну, там как раз и нахвой будут находиться, и находятся уже транспортные средства. Там будет небольшая лаборатория и переговорные. Голосипеды, зарядное устройство, все уже там, сейчас идет оборудование, мебель заказана специально для этих дел. Все это уже сделано, точно так же подготовлено. Помещение уже работает, СОВЛМАШ, административная часть. Уже организуется дело производства, заказанное, я уже говорил про это, анализатор мощности, проплачено оборудование стендовое, для того, чтобы можно было проводить испытания, демонстрировать характеристики двигателя потенциальным потребителям, заказчикам на оборудование, которое имеет европейскую сертификацию, аттестацию и российскую аттестацию сертификаты, чтобы они говорили, что вот, а неизвестно, какие параметры, что за параметры, ну, как любят у нас, потому что мы выкладывали на форуме двигатель my4.ru результаты испытаний Боломского университета, Деседорского университета. Ну, никто на это не реагирует, или дайте каких-то других параметров, только непонятно, а чем вам эти параметры настраивать. А тут будет все понятно, ходите, приходите, убеждаетесь, смотрите, что, как работает, вот, и все нормально. И там уже нельзя было так протестовать. И в то же время, при работе с иностранными партнерами, они говорят, вот давайте так, у вас там в России неизвестно, какое оборудование там, сертификации нет, туда-сюда, давайте вывозим к нам, и мы там у себя проверяем. Вот такая вопрос, ребята, а вернется оттуда двигатель? Потому что уже были прецеденты, когда мы вывозили в Китай, двигатель там тестировали, а они начинали там крутить туда-сюда, над надеждой, что мы оставим двигатель. Нет, до витерариста выезжал, брал с собой Мираныч, и прям там же этот двигатель уничтожил. Сжег так, там все это плазмы, что восстановление, невозможно было восстановить ни обмотки, ни обмоточные данные, и вообще разобраться, что же там было внутри. Так что сейчас все это закупается, приобретается, стендовое оборудование, срок поставки будет к Новому году, потому что там 12-14 недель. Завезена сейчас ТВЧ-установка, сейчас чиллеры для систем охлаждения, это охлаждение ТВЧ-установки, стендов, потому что нагрузочная машина, ее надо будет охлаждать обязательно. Точно так же сейчас вырабатывается коммерческое предложение по лазерной установке, и так далее. Все это очень-таки масштабные вещи, да. Значит, сейчас уже согласована цена изготовления штампа для 318-го колобка, ну, пластина 318-я на базе, которая может делать несколько разновидностей двигателей. Точно так же сейчас, ну, уже цена определена, сейчас просто условия договора, согласуется срок изготовления 60 дней. И сейчас ведутся активные переговоры по изготовлению форм для литья корпусных деталей из алюминиевых сплавов под высоким давлением. Поверьте, работа достаточно тяжелая, емкая, объемная, требует большого сосредоточения, сил, времени, сбора, переработки большого количества объема информации. Вот, даже если вот так посмотреть, чего стоит процесс переговора по аренде площади под производственной мощности в том здании, в котором мы арендуем основные свои помещения, САПП компании, Аспромта. Дело в том, что не так просто с этими товарищами работать, потому что каждый преследует там свои определенные интересы. Я думаю, каждый из вас понимает, какие интересы могут быть, поэтому не слыша от нас определенных предложений ведут себя приблизительно как столб посреди дороги, не объехать, не перепрыгнуть. То давайте какое оборудование по маркам буквально расписывать, то давайте там планировку и так далее. Ребят, смотрите, мы берем у вас помещение под производство. Соответственно, нам требуется столько-то воды, столько-то квадратных метров, такие-то потолки, столько-то электроэнергии и так далее. Все остальное к вам не имеет никакого отношения. Почему? Значит, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана туда, все вопросы наши. Вот это же санстанция, которая будет приглашаться для оценки экологичности, соблюдения норм на рабочих местах санитарно-гигиенических и так далее. Это наши вопросы, вы тут при чем? И тем не менее, ставятся такие вопросы, преграды, скажем так. Их приходится решать. Это не только чисто технические, но административные вопросы. Они, конечно, отнимают много времени и сил. Но все равно эти вопросы решаемы не здесь, так в другом месте. Параллельно ведется работа по особой экономической зоне Оламышев. Там достаточно большой объем информации, документации, заявочных, материалов, технический проект, в том числе и строительная часть, и архитектурная часть, проекты и так далее. Там тоже объем работы очень колоссальный. Но тем не менее, все это успешно движется. сейчас ведутся работы по отбору персонала, подбора персонала на такие вот ключевые позиции. Это бухгалтерия. ОКС, отдел капитального строительства, тоже просматривается, потому что это не только ремонт и подготовка помещений, в которых временно сейчас размещаться будет оборудование опытного, часто опытного производства, но и создания своих производственных площадей. Это требует тоже определенной квалификации, уровня и надежности партнеров, которые отбираются. Не так просто найти людей, на которых можно положиться и которым можно довериться. Поэтому все это делается, вся эта работа выполняется, и работа выполняется без увеличения численности персонала. Потому что на данном этапе мы стараемся обходиться теми силами, которые есть, не наращиваем. Потому что все это поедает средства не только те, которые мы зарабатываем за счет проекта «Горыныч», собственных доходов, но и инвестиционных. И вот не хотелось бы, чтобы эти деньги уходили на зарплату и на выплаты налога. Поэтому мы считаем, что надо по максимуму стараться обходиться имеющимися силами, ресурсами и расширять штат только в том случае, когда начнется производство и будет ясно, понятно, какие сроки мы сможем начать выпуск первой партии мотор-колес. Потому что сроки определяются не только нашими желаниями, но еще и сроками исполнения заказов на технологическое оборудование, оснастку, на станки и так далее. Но эти сроки устанавливаем не мы, а поставщики. Четкий план-график появится тогда, когда будут все сроки поставок закреплены в договорах с поставщиками оборудования, оснастки и материалов. Вот тогда можно будет сказать, что вот это поставлено тогда, это тогда, пусконаладочный тогда, тогда, вот, а вот это тогда, тогда, и вот итоговая сумма тогда, тогда выйдет первый мотор. Наши желания, такие, чтобы первый мотор-колеса 318-го габарита вышли в продажу в начало следующего сезона. Очень бы хотелось хоть какую-то ограниченную партнер выдать, чтобы люди могли воспользоваться этим делом, да, и начать создавать свои транспортные средства, и планировать свое производство, использование собственного производства, свое производство нашей продукции. Очень бы хотелось. Кроме того, что вот мы сейчас ведем работы по постановке производства собственных пилотных разработок, не заказанных, да, у нас есть уже много, достаточно, не то, что много, но достаточное количество заказов на разработки как тяговых, так и специального исполнения, общепромышленного исполнения от сторонних заказчиков. И переговоры идут достаточно серьезные, обоснованные и взвешенные. И я думаю, что этот процесс будет только нарастать. Почему у меня еще такая уверенность, что этот процесс будет нарастать, и что мы идем в правильное направление, и срок разворачивания, время разворачивания, момент разворачивания проекта мы выбрали правильно. Вот мы уже неоднократно проговаривали о том, что Европа приняла там класс энергоэффективности, Е2, сейчас Е3, запрещается вводить в оборот двигатели с энергоэффективностью ниже Е3, что эти двигатели намного дороже, чем Е1, больше по габаритам, чем Е1. Соответственно, у потребителей этих двигателей, которые ставят их в свою продукцию, возникают проблемы, не всегда возможно их разместить. Приходится заниматься перепроектированием, этого оборудования становится больше, она не вписывается в существующие габаритно-присоединительные размеры, планировки и так далее, и так далее. Есть такие проблемы. Но еще и дополнительная цена, это ложится на общие цены образования конечного продукта, и так далее, и так далее. Целый ряд проблем. Таким образом, Европа, защищаясь от российского, постсоветского производства электрических машин, которые находились практически во всех республиках, они защищались, но тем не менее, они создали себе дополнительные проблемы. Потом они ввели закон о том, что в электроинструменте нельзя использовать коллекторные двигатели, по санитарам, моргам, когда тоже очередные проблемы появились, они сделали ставку на высококороциативные магниты, на редкоземельные материалы, а Китай их ограничил. Вот еще одна головная боль, которую мы тоже можем решить с помощью этого проекта, и предложить Европейскому Союзу решения, которые дешевле по себестоимости, чем их решения. По габаритам они не более, чем и один их класс, поэтому не надо перепроектировать оборудование. Поэтому для бизнеса хорошее предложение, очень хорошее предложение. Мало этого, они в последнее время сделали еще один подарок, неожиданный, они приняли законодательно, закрепили требования о снижении установленной мощности ботового электрооборудования. Пылесосы, холодильники, стиральные, машины, и так далее, и так далее, и так далее. Нужно, по этим законам, требуется в стиральных машинах, пылесосах ставить энергоустановку меньшей мощности, но характеристики должны остаться теми же самыми. А перед DC моторов не хватает, магнитов не хватает. Поэтому, понимаете, опять-таки для нас открывается еще одна ниша для применения нашей технологии. Тут только не ленись, не ленись, имея достаточно средств рабочих рук, для того, чтобы успеть разработать и предложить производство и постановки производства двигателей, которые бы могли обеспечить их требования. А это наша технология все это позволяет. Мало того, еще и Минэнерго российская сделала еще один подарок. Помимо того, что они хотят законодательно запретить введение в оборот лампы мощностью более 50 ватт, они еще снимают ограничения на тарифы увеличения мощности присоединительной и потребляемой мощности. Если раньше тарифы предельные нельзя было увеличить, то сейчас они разрешили в случае нехватки генерирующих мощностей в регионах повышать тарифы электричества. Это еще один подарок нам подарок, потому что вы представляете где там Урал, туда Дальний Восток, Сибирь, где не хватает мощности электрической, начнут ограничивать за счет того, что потребление за счет того, что будут увеличивать тарифы. И что? А тут же баланс ценообразования, а тут электроэнергию власти. Соответственно, те, кто потребляет электроэнергию асинкронными машинами и так далее, у них возникнет вопрос, за счет чего? За счет того, что можно применять наши двигатели. тут надо успеть сделать и предложить рынку нашу продукцию. Поэтому, как говорится, работой не хочу. Если проводить аналогию, то технические специалисты говорят, да, есть такие, такие, такие машины электрические, у всех у них есть свои преимущества, недостатки, что асинхронная машина это самая распространенная, самая дешевая, но в свое время ей было тяжело управлять, пока не было электроники, поэтому в регулированном приводе преимущества имели двигатели с синхронной с фазным ротором, коллекторный двигатель и так далее. В связи с появлением высококорреситивных магнитов появилась большая гамма, большое предложение на рынке двигателей с постоянными магнитами, так называемые двигатели заняли нишу, но эта ниша в основном среди малых транспортных средств, небольших машин, потому что представляете, машина мощностью 1 мегаватт, если снабдить ее магнитами, разобрать ее там будет крайне тяжело, потому что магнитное поле будет удерживать ротор, вращающийся, выдернуть ее оттуда, задача уже будет еще там плюс ко всему там вокруг весь этот металл, пыль, стружка, все будет затягиваться, поэтому в Бель-Ди-Си тоже есть определенная сфера тормянина. Основная задача для себя, именно себя, наш коллектив, мы ставили перед собой задачу такую, что за счет его развития сократить потребление углеводородов за счет того, что сделать машины, которые с более высокой эффективностью будет преобразовать электрическую работу, энергию механическую. На очень большом количестве машин нам удалось это показать, доказать на практике, сами это проверили, сотни тысяч двигателей модернизированных работают, уже десятки двигателей спроектированных с нуля тоже работают, это не идея, это реально работающая технология. Мы с вами занимаемся тем, что преобразуем ее и делаем так, чтобы она все более и более интенсивно ходила в повседневную жизнь. При переводке всех двигателей по сравнению в каких случаях экономия электроэнергии, в каких увеличения оборотов расходов. Смотрите, я всегда говорил об одной простой вещи. Мы заявляем о том, что наши обмотки позволяют снижать удельные расходы электроэнергии. Это значит на одну тонну, на один кубометр и так далее. На одну единицу выполнена работы. Поэтому когда ставят на насос, в частности был такой случай, когда мы сделали для продовольственной компании двигатели, они говорят елки-палки. Да, по амперметрам смотрим, сколько было, столько и потребляли. Говорю, да, а вагон вы сколько загружаете? Ну, раньше там 40 минут, а сейчас посчитали 23 минуты. А тонну 50 минут. Да, ну, давайте посчитаем, на сколько снизился удельный расход электроэнергии на сколько процентов. Плюс двигатель, когда муку укачают воздухом, там получается пыль, двигатель нагрелся, а потом остыл. И вот эта пыль, мука, она начинает забиваться подшипники. Они вынуждены каждый месяц делать ревизию двигателем, чистить подшипники. День хороших стоит. А тут двигатели стали меньше нагреваться и у них отпала необходимость ежемесячной ревизии делать. раз полгода. На 6 раз упали затраты на сервисное обслужение мотора. Представляете кому они в совокупности. Наверное вкусно. Какие батареи нужно будет для авто? на двух моторах с дальностью хода тысячи километров. Привет. Ну а вот практика показала, что когда переходим ДВС снимаем ставим электродвигатель вместо него напрямую. Ну допустим один расход. Когда масло в коробке меняем не то которое стояло с ДВС а более жидкое потому что температура расход падает электроэнергии когда применяем специализированный редуктор убираем коробку передач полуавтоматом механику специализированный редуктор еще падает но когда мы убираем карданы все остальное и ставим непосредственно мотор колесо мы получаем минимальный расход на один километр или на сто километров расход электроэнергии и тут возникает вопрос а сколько там надо этих городов ребята какое транспортное средство есть низкое противное есть слики резины есть болотоходы есть условия езды гор местности есть равнины допустим когда я ездил в Крым по косе там вот как стрела дорога ровно как стол там даже не замечаешь как ездишь по ней или же когда в Крым заезжаешь и пошло там вот так это разный расход поэтому когда говорят сделали тысячи километров это на треке когда они ездят в экономичном режиме а в реальной жизни все совершенно не так и сколько бы ни заявляли там тысячи километров все совершенно не так все зависит от стиля езды от динамики в каком даже в каком городе ездят и какая культура вождения в разных городах разговор будет разный климатические условия разные чем больше двигатель тем выгоднее его перематывать на славянка чем меньше порог двигателей тем выгоднее его перематывать на славянка абсолютно верно вот смотрите есть такой простой принцип берем батарейки обычные кровые батарейки все знают вот если мы их соединили последовательные то мощность отдаваемую нагрузку определяется самый плохой батарейки самый плохой батарейки когда мы собрали параллельно все батареечки то мощность отдаваемую нагрузку определяется самой хорошей батарейки поэтому я неоднократно говорил что когда писали основы электрических машин рекомендации справочники и так далее. Говорят, что обмотки желательно соединить последовательно. С какого подыма? И все эти глупости повторяют. Точно так же, как про вращающийся поле. Почему ее повторяют? Прошло сто лет, эту глупость повторяют по сей день. Но это надо быть идиотами. Я понимаю, когда сто лет назад провод изолировали папиросной бумагой и пропитывали парафином и воском. Вот тогда надо было последовательно соединить, чтобы уменьшить межрековое напряжение, чтобы пробой не было. Ну сейчас пиолиамидные макеты, они выдерживают 4500 вольт на пробой. А мы продолжаем последовательно соединять. И когда начинаешь разговаривать и говорить, что зачем это делать, разработчики аж кровью наливаются. Ну как же так? Они всю жизнь говорили, что надо так, а ты приходишь и говоришь, ребята, это было из-за этого, из-за этого, из-за этого. А ему осознать то, что он 30 лет, 40 лет преподавал и говорил, вот так надо. А тут оказывается, что очевидно, что его это приводит в бешенство. Он тебя начинает ненавидеть. Просто ненавидеть. И поэтому такие вот простые истины, даже не беря за основу схемы, даже вот такие элементарные действия, они позволяют улучшить. Потому что ЭДС, что в батарейке, что в катушках, двигатель. Поэтому по возможности соединять их параллельно. Уже эффект будет. И обманщики проверили. Я когда вам рассказал, они мне не поверили. Тоже, потому что многие в возрасте там далеко за определенные сроки. Они проверили, да. Двигатель так сделали, так померили. Дмитрий Александрович, точно. Параллельно соединяешь ЭКПД, выше и пусть у нас выше двигателя, лучше работать. Введите, пожалуйста, вопрос с патентом на ваше изобретение. В каких странах патент действует? Как долго он будет действовать? Благодарю. Не патент, патенты и десятки именно к этой технологии, не говоря об остальных. Запатентованы в России. Вот именно на основу построения обмоток и так далее. Но и вопрос в том, что запатентовать и другие уже не смогут в стране. И мы по системе ПИСИТ в других странах не сможем именно вот эти патенты запатентовать. Почему? Потому что срок подачи заявок прошел, потому что там в течение полгода. А у нас же построено патентное законодательство в России каким образом? Подал заявку на патентное изобретение и ждет три года. Через три года тебе выдадут. Вы понимаете? Поэтому ты подал и в течение полугода надо подавать по ПИСИТ и так далее. Когда еще может и не проверено все будет до конца. Поэтому когда занимались была ситуация одна, сейчас другая. На сегодняшний день нужно было еще сотни патентов делать. На каждую машину надо будет делать свой патент как минимум на промышленный образец. И вот эти патенты можно будет патентовать и в каких-то конкретных странах, где находятся заказчики. Можно по системе ПИСИТИ это по всему миру. Либо региональные, европейские. Это уже надо будет решать в каждом конкретном случае по каждой двигателе. Значит, патенты на полезную модель промышленного образца действуют 10 лет, патенты на изобретение 20 лет. У нас подавляющее число патентов, защищающих это технологии, это патенты на изобретение. Как на схемы, так и на принцип построения этих схем. Какая перегрузочная способность 318 мотора для применения на повышенном напряжении там, да, ребят, тут 100 вольт для форсажа. Нет, тут не надо говорить о повышенном напряжении. Смотрите, как только двигатель упирается в напряжение, начинается ослабление поля, оно начинает падать момент. Если вот мы стартанули, запустили двигатель, момент идет, 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 а потом напряжение не хватает, оно начинает падать в момент, ну, линейно вниз. Поэтому, повышая напряжение батареи, мы можем расширить диапазон частот упрощения, который в момент будет одинаковый, ну, соответственно, максимальную скорость. Поэтому двигатель может вмотаться на любое напряжение в разумных пределах, конечно, но при этом надо понимать, что для него не только работа соответствующей сделки батареи, но и нужен соответствующий контроллер. И вот вся эта совокупность, она должна при всех потребительских свойствах обеспечить еще и конкурентно способную цену. даже можно заложить на 2000 контроллер батареи, но как это обслуживать? Представляете, даже элементарно такая вещь, разорвать дугу, вот если возникает короткое замыкание, разорвать дугу, разорвать цепь, вот дуга, видели, сварочный аппарат работает 36-20 вольт, ДС-60 вольт, дуга тянется сантиметра, а тут контакты выглядят. Потом там приколится ставить контакты, во-первых, с магнитным дутьем, а во-вторых, газозаполненным. Поэтому вот это коммутационное оборудование становится очень громоздким и дорогим. Поэтому всегда создавать транспортные средства надо находить разумный компромисс. В творчестве можно творить у себя у гаражей все, что угодно, но потребительские качества должны быть такие, чтобы а, если это малое транспортное средство, оно было безопасно, при самостоятельном обслуживании, б, если это автомобиль и так далее, он должен обслуживаться в соответствующих мастерских, сервисных центрах, которые могут с этим справляться, и в, они должны быть безопасны обеспечивать. И чем выше напряжение, тем больше нужен затрат на обеспечение его безопасности. После перемотки АДН на основе хоть какой-то параметр ухудшается или все улучшается? Улучшается. Ухудшается в каком плане? Вибрация меньше становится, шумы становятся меньше, греется меньше, вот нагрев становится хуже, потому что становится меньше. Это не шутка, это действительно так, но смотрите, технология имеет ограничения, потому что асинхронные двигатели имеют предел по минимальным габаритам, потому что там потом алюминий может просто не пролиться в белячьей клетке. И если двигатель высоковольтный на 6000 вольт, допустим, если он меньше 400 киловатт мощности, то перемотать его на славянку сложно, потому что шинки такого малого размера не производят по машинности. Если наладить производство можно, потом есть два таких ограничения. Для авто вы также будете разрабатывать синхронизирующие оборудования, чтобы все работало слажено, это уже будущее, а сейчас пока технология. Смотрите, на автомобиле Z четыре контроллера Кертис 12-32 SE, и они все синхронизированы. Между собой, один мастер работает, а другой в режиме слава, подчинен. Один главный и остальные подчиненные. При этом они работают синхронно и обеспечивается режим АБС, АПС, антиблокировочный, антипробуксовочный. Поэтому управляемость такого автомобиля устойчив на дороге. Намного выше, чем обычно с механикой. Есть дифференциалы, потому что там, вы знаете, что одно колесо забуксовало, а второе не тянет. Это не произойдет. Мы сейчас находимся на окончании первого этапа. Это тот момент, когда самые лучшие условия для получения доли в компании. То есть, вот этап, когда все только начинает работать, когда мало инвесторов, когда деньги для нас очень ценные, очень дорогие, когда все это еще не встало на большие рельсы. Это называется первый этап или этап предстарта. Условия приобретения доли на этом этапе. Я сейчас чат останавливаю или вот уже давайте на паузу нажму. По вот этой ссылке, которую я сейчас указал, вы прямо сейчас можете зайти туда и посмотреть. Там есть первая вкладка и вторая вкладка снизу, листы. Вот на первой вкладке это те условия, по которым вы сейчас можете получить долю в этой компании. Это самые сладкие условия, которые вообще когда-либо были и будут в этом проекте. На втором этапе, посмотрите, вторая вкладка, второй этап, это то, что вы по каким условиям сможете получить долю на следующем этапе. То есть, разница где-то в 10%. То есть, те из вас, кто думает, кто решает инвестировать и не инвестировать, огромный совет зафиксировать за собой тот или иной пакет. Вот опять же приведу пример. Этот этап, эти первые 3 месяца показали следующую цифру. 2000 долларов это средняя инвестиция, которая делает человек. И большинство людей берут ее в рассрочку. Что значит в рассрочку? Это значит, вы фиксируете за собой пакет в 2000 долларов по условиям, допустим, вот этого этапа, первого. И далее, вы можете взять 2000 долларов в рассрочку на 10 месяцев, то есть, внося по 200 долларов ежемесячно, либо на 20 месяцев, внося по 100 долларов ежемесячно. почему мы это сделали и почему вообще к этой сумме рассрочки эти ввели и так далее. Смотрите, проект развивается не один день, то есть, нам деньги нужны поточно, нам не нужны большая сумма сейчас, нам нужна постепенно нужная нам сумма. Поэтому для нас даже более приоритетно, когда мы понимаем, сколько у нас людей взял, в какой момент несет какую сумму. В чем плюс для вас, для инвесторов, есть вот такое золотое правило инвестирования, что на инвестиции нужно выделять 10% от твоего дохода. И вот если взять, что ваш доход, допустим, 60 тысяч рублей или там 1000 долларов в месяц, значит, по правилу этому вы должны на инвестиции отправлять 100 долларов, то есть, 6000 рублей. Соответственно, это та сумма, которая никак не повлияет на ваш уровень жизни, на ваш комфорт и так далее, и отсутствие которой в своей жизни, вот вы могли ее потратить на себя, а тут вы взяли и инвестировали ее. То есть, вы это не ощутите, как что-то такое, что раз, и изменилось. При этом, это является, ну, именно инвестицией, то же те деньги, которые идут в дело. То есть, вы бы все равно, ну, так или иначе, 100 долларов потратили. Просто вопрос, что здесь есть шанс, что они принесут прибыль, существенную прибыль. Поэтому, коллеги, я еще раз настойчиво вам предлагаю выбрать и определиться с пакетом, если вы еще не определились. Если определились, пополнить баланс, инструкция, как это сделать. То есть, после того, как вы определились с пакетом, посмотрели, что там будет на первом этапе, какие на втором пакеты, там есть ссылка для перехода в кабинет, инструкция. Пока еще оформления документального акции нет, но на этой это первый этап. То есть, мы на первом этапе готовили автоматизированную систему, на втором этапе у нас появится договорная обвязка договора и такие основные вещи, связанные с юридической частью. Поэтому, кто готов, кто принял для себя решение, эти лучшие условия для вас, правила, по которым мы вам советуем инвестировать, мы тоже озвучили. Не делайте так, чтобы инвестиции были для вас нечто сложное. Вы наверняка знаете, бывает такое решение, которое тяжело прям принять. тебе страшно, ты не уверен и так далее. Вот это не тот случай, когда нужно инвестировать. Инвестиция должна быть легким, приятным делом, когда вы понимаете, зачем вы это делаете, когда вы готовы, потому что, опять же, не питайте иллюзией, что здесь все гарантировано, что вам дадут гарантию, что все получится и так далее. Никто никогда не даст вам гарантии. Вернее, если дадут, значит, они пытаются ввести в заблуждение и так далее, потому что неизвестно, что будет. При этом, мы делаем все для того, чтобы все было по плану, чтобы проект реализовался, чтобы финансирование шло когда нужно, чтобы он запустился вовремя и так далее. При этом, вы сами, вот инвесторы, можете влиять на свой объект инвестиций. От чего будет зависеть успех, например. Есть ли собраны деньги, есть ли запущенное производство, есть товар. Вопрос, что прибыль будет в случае продажи этого товара, в случае реализации товара. Вопрос следующий. Готовы ли вы помочь в реализации товара? Готовы ли вы стать дилерами, получать этот товар по крупной оптовой цене и реализовывать его в своем регионе, там может быть у себя где-то, в общем, где вам захочется. Тем самым, капитализируя компанию, зарабатывая на очень хорошем, конкурентном продукте, создание которого вы видели прямо от лица, когда все росло, когда начиналось все постепенно. Поэтому смотрите, решение всегда за вами. Вы видите, насколько вы погружены в проект, насколько вы можете как-то повлиять на то, что здесь происходит. И поэтому мы приглашаем вас в команду, приглашаем вас в команду в любых, так скажем, формах. Там есть, вернее, скоро будут разные вакансии. Обучение, кстати, да, оно начнется на втором этапе где-то в середине. В сентябре, наверное, вряд ли, в начале ноября, скорее всего. Коллеги, будем, не буду сейчас подробно, то убежим. Самое главное, что должны понять сейчас, что этап подходит к концу, условия самые лучшие сейчас, тот момент, что мы по техническим причинам не перешли, в какой-то степени плюс. Для кого-то из вас, кто узнал только сейчас, кто там хотел, но не успел. Поэтому используйте его. Все, друзья, нам пора заканчивать. Рад был вас всех видеть. Следующий вебинар у нас, кстати, завтра. Приходите на те вопросы, что мы сегодня не успели, ответим. Ответим завтра.